Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, какую опасность для нашего здоровья могут представлять комнатные растения. Поверхность листьев и цветков у этих растений могут стать хозяевами, носителями весьма разнообразных микроорганизмов, в том числе грибков, которые при благоприятных условиях для их развития внутри помещения могут представлять для человека значительную опасность. Некоторые из этих растений привозятся из южных стран, из Юго-Восточной Азии. И хотя большинство растений тех же орхидеев, алинопсисов, все-таки выращиваются сейчас в Голландии, например, ну где-то еще в Европе, все достаточная доля их приезжает и из южных стран. Южные страны характерны тем, что в зоне, вот в этой тропической, субтропической зоне, ну в тропической в большей степени, обитает два грибка, которые могут непосредственно представлять очень большую опасность для человека, для здоровья человека. Речь идет о аспергилах, о двух видах аспергила. Это аспергил желтый и аспергил паразитический. При поселении на поверхности пищевых продуктов они выделяют очень опасные афлотоксины. Токсины, которые в том числе при их накоплении, систематическом потреблении приводят к онкологическим заболеваниям, поражениям печени и так далее. Вот поэтому нам стало интересно, что же мы можем найти на поверхности вот таких тропических видов растений, которые продаются в магазине, а также те, которые уже некоторое растение время, живут эти растения внутри помещения. Мы взяли мазочки с растений, которые из магазина, а также из растений, которые по крайней мере уже полгода и более живут в условиях помещения, уже в нашей умеренной зоне, и посмотрели, что же там выросло и наросло. Что ж, мы собрали и проанализировали 28 образцов, взятых с поверхности и пазух листьев фаленопсиса и антуриума. Но преимущественно брали фаленопсис. Из них несколько, там три штучки фаленопсиса брали те, которые живут у нас на подоконнике, и остальные фаленопсисы брали непосредственно в магазине в упаковке. И, конечно, на всех образцах были обнаружены грибки, различные грибки. Довольно много, можно сказать, что во всех случаях находился сажистый грибок. Это может свидетельствовать о том, что есть в тепличных хозяйствах, где выращиваются эти растения, есть какой-то фон вредителей, их подтравливают, их там придерживают в узде определенной. Но на их выделениях живет немножечко сажистый грибок. Ну, это, в общем, ничего страшного, это все понятно. Более чем в половине случаев нами был обнаружен аспергилл желтый. Это очень опасный такой аспергилл, который, когда поселяется и разрастается на подходящем субстрате, ну, подходящим субстратом является преимущественно хлеб, отруби, зерно и орехи для него. То в этом случае он выделяет значительное количество вот этих афлотоксинов, опасных токсинов для человека. И, конечно, такое спорообразование приводит к тому, что к человеку попадают эти споры, и это может вызывать аллергическую реакцию. И еще примерно в 15% случаев был найден аспергилл паразитический, такой паразитный. Это очень родственный желтому аспергиллу вид, который также, в общем, всеми теми же свойствами обладает. Что я могу по этому поводу сказать? Конечно, когда вы взрослый человек, вы здоровы, у вас эти растения не находятся на кухне, вы их, они у вас здоровые сами растения, вы их выращиваете в нормальных условиях, все в порядке, то всего этого бояться и не так уж, ну, не стоит этого бояться. Если же у вас есть маленькие дети, старики ослаблены, с ослабленным иммунитетом люди, часто болеющие, если у вас по углам и так уже какие-то плесени иногда подрастают, где-то мокнет стена холодная, там плесень заводится, то наличие подобного рода источников инфекции в виде комнатных растений, выращенных, то ли в Юго-Восточной Азии, там или еще каких-то странах, где естественный фон этого аспергила достаточно высок, либо в тепличных хозяйствах, где фон этого аспергила высок, потому что там вот эти растения выращиваются, сами условия очень приближены к тому, что есть на родине вот этих самых экзотических тропических растений. Он там разводится, то в этом случае, ну, не отказываться от цветов не надо. Пусть, конечно, растут, пусть будут. Но меры предосторожности обязательно необходимы. Что нужно предпринять? В землю триходерму заселяйте все свои горшки комнатные, и в первую очередь вот эти виды, которые склонны к накоплению на поверхности своих листьев и в пазухах этих аспергилов, это фаленопсис, это другие орхидеи, это антуриум, это различные диффенбахи, и вот на них надо обратить свое пристальное внимание. Вот у которых такие ворончатые цветы всевозможные, там, где благоприятные условия создаются для развития этих грибков. Очень грибки эти хорошо разводятся в бромелиевых, в ананасе, ну, вот в гусмании, в различных бромелиевых растениях, которые прям такими вороночками настоящими растут, и вот в них, в пазухи тоже попадает часто влага, и там заводятся эти самые грибки, и там могут процветать. Что нужно сделать? В землю, в субстрат, в котором вы выращиваете, обогащаете его триходермой, а листья обязательно с периодичностью хотя бы 2 раза в месяц делайте по инструкции раствор бактогена сенной палочки. Ну, за бактоген я поручусь, бактоген я испытал на эффективность, он точно душит эти оба вида аспергила. Вот здесь вот очень хорошо видны зоны прекращения роста этого грибка. По остальным препаратам, ну, не так эффективно или вообще неэффективно. А бактоген эффективен точно против этих аспергилов. Поэтому 2 раза в месяц, когда вы опрыскиваете ваши растения, и так штатно их надо опрыскивать периодически, добавляйте туда по инструкции 1 к 100 разводите бактоген и обрабатывайте раствором бактогена. Или еще такой есть препарат Максимун. Максимун не содержит живого начала, но содержит сильный фитостимулирующий и антисептический комплекс, который вот добыт как раз из бактогена. И также его разводите 1 к 100 и обрабатывайте ваши растения. В этом случае вы будете абсолютно уверены в том, что ваши растения не принесут никакого вреда ни вам, ни вашим близким, и вы можете, как говорится, спать совершенно спокойно, не опасаясь за свое здоровье. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, ведите разумный образ жизни, прислушивайтесь к нашим советам, и все у вас будет хорошо. До новых встреч!